Музыка 25 марта 1901 года полицейский служитель Рогожин, переодевшись в штатское платье, вышел из своей квартиры погулять. Проходя мимо Ильинской церкви, которая стояла когда-то вот на этом месте, он услышал стук, показавшийся ему подозрительным, и Рогожин стал прислушиваться. Что они здесь делают? Васька, ты? Отгулял, соколик. А я чего? Я ничего! Стучали чем-то железным. Подойдя поближе к тому месту, откуда раздавался стук, Рогожин увидел двух людей, сидевших на перевернутой телеге. Ночь была темная, свет фонаря освещал людей, так что Рогожин их видел, а сам оставался незамеченным ими. У Рогожина возникло подозрение, а не покушаются ли эти люди на ограбление церкви? Стараясь ступать неслышно, он скрылся и, добежав до четвертой полицейской части, сообщил о своих подозрениях дежурному полицейскому Малыгину. Взяв еще двух полицейских, Алларионова и Семенова, они отправились к Ильинской церкви, туда, где сидели неизвестные. Приблизившись к указанному Рогожинам месту, они разделились на пары и начали осматривать окрестности. На перевернутой телеге никого не было. Казалось тебе, пробурчал в сторону Рогожина полицейский Малыгин, куда им деваться-то? Но в это время с другого конца площади послышались свистки и раздался выстрел. Полицейские побежали на эти звуки, спотыкаясь, наступая в лужи и на кучи обнажившегося из-под снега навоза. У дерева они увидели раненого Ларионова, который с гримасой боли на лице сжимал обеими руками живот, а из-под пальцев его сочилась кровь, которая капала на снег и на сапог полицейского. От раненого они узнали, что он встретил тех двоих, о которых сообщил Рогожин. На его предложении остановиться они пустились бежать. Он за ними. Тогда один из убегавших выхватил из кармана револьвер и выстрелил. Пуля лишила Ларионова возможности продолжить преследование. И неизвестные скрылись. Пуля в животе полицейского наделала шуму в городе. И о ней еще месяца два или три гудела вся Самара. А всего год спустя, в марте 1902 года, в Самаре обсуждали другое происшествие, которое могло закончиться весьма и весьма трагично. А закончилось анекдотом. В ночь на 11 марта к проживающему на Сокольничьей улице в доме номер 102 Серебрякова стрелочнику Бусыгину попросился переночевать неизвестный человек, назвавшийся австрийским дезертиром Антоном. Бусыгин пустил неизвестного, который случайно услышал разговор добродушного стрелочника с женой и узнал, что у них в доме есть 20 рублей денег. План сложился сам собой. А тут еще Бусыгин собрался на станцию на службу. А дома, кроме гостя, остались жена и ее старуха-мать. А мы вернемся в март 1901. Утром полиция начала расследование происшедшего. Внимательно осмотрели место, опросили свидетелей, сравнили показания. В конечном счете, подозрение пало на двух лиц, снимавших квартиру в доме у некой Симаковой. Полиция и раньше следила за ними, так как они возбуждали подозрение частой сменой платья. В ночь, когда было совершено покушение на жизнь полицейского Ларионова, неизвестные скрылись из города. А через три дня, 28-го, вернулись и были сразу же задержаны. Подозреваемые оказались приехавшими из разных городов страны. Василий Калачев был мещанином из Таганрога. А его приятель, тоже Василий Попов, рядовым 172-го Лицкого пехотного полка из Острогорска. При обыске у подозреваемых были найдены подложные паспорта на чужие имена, а также кое-какая церковная утварь, похищенная ранее из других церквей. На дознании Калачев признался в совершении подобного преступления в Сызрани, где им были застрелены городовой и караульный, пытавшиеся задержать его при краже из церкви. А что, это же они на моем пути встали, рассуждал Калачев. Не я на их пути. А значит, кто тут виноват, а кто прав? Кто жив, тот и прав. Попову убивать пока не приходилось. Видно, никто не вставал на его пути. А вот церкви грабил, бывало. Так ведь церковь ограбишь, никто и не заметит. Ты из нее копейку унесешь, а завтра в нее три вернут. Кому от этого хуже-то? Эх, отгулял, видно, соколик, говорил Калачев. Ну да ничего, мы еще свое наверстаем. Когда в доме все успокоилось, Антон стал шарить по комнате и вдруг наткнулся на кровать, на которой спала старуха, теща стрелочника Бусыгина. Старуха проснулась и спросила, что ему нужно. Огня, буркнул австриец. Закурить хочу. Но в тот момент, когда старуха зажгла огонь, гость набросился на нее со словами, что он бежавший из Сибири каторжник и что он знает, что в доме есть деньги. Несите их сюда, а не то... Старуха закричала. Проснулась ее дочь, которая схватила топор и встала в оборонительную позу. Задумав ограбить Ильинскую церковь, Калачев и Попов прежде всего украли с железнодорожной станции Ломик. Вечером 25 марта, прихватив еще одного приятеля Кузнецова, они отправились к Ильинской церкви. Но, осмотрев запоры, убедились, что они слишком крепки, и справиться с ними с помощью Ломика не удастся. Здесь пилкой надо, сказал Попов. Вот тут подпилим, а потом поднажмем, и готово. А там, глядишь, деньжонками разживемся, еще каким добром. В Самаре продавать не будем, схватят. В Сызр не продадим, а там, ай да, кто куда. Ждите меня здесь, я мигом. С этими словами Кузнецов отправился на квартиру с запилкой, а Калачев и Попов остались его ждать у церкви. Пока они ждали, бродили вокруг, вот тут-то их и встретил полицейский, потребовавший объяснить, кто они такие, и что здесь делают в это время. Пристал, как банный лист к одному месту. Ну мы давай дёру, а он за нами. Мы бежим, а он за нами. Вот ведь, думаю, леший навязался на наши шеи. Ну вот тут-то я револьвер и выхватил. Стрельнул, он как закричит, и отстал. Слава тебе, думаю, Господи, так тебе и надо. Ранив полицейского, Калачев и Попов благополучно скрылись, бросив здесь же возле церкви ломик и револьвер. По дороге они встретили спешащего к ним с пилкой приятеля, сообщили ему о случившемся, и все вместе отправились, чтобы купить самогон и забыть об этой неудачной вылазке. А ещё минут через 20 или 30 уже сидели в квартире в доме Симаковой и пили, чтобы в другой раз всё было удачнее. И только к утру отправились на вокзал, чтобы скрыться из Самары. А в доме Бусыгинах между тем происходила настоящая свалка, во время которой лже-Антон выхватил топор из рук жены Стрелочника и, как был, босой выбежал во двор. Бусыгины же со страху бежали в соседнюю с ними на этом дворе квартиру, сперев свою. Антон с криком стал стучать в квартиру Бусыгиных и требовать, чтобы те отдали ему его сапоги. А так как в квартире никого не было, то он топором сломал замок, ворвался в комнату, взял свою обувь и был таков. О случившемся Бусыгины дали знать полиции. Дело по обвинению Калачева и Попова в вышеуказанных преступлениях слушалось на выездной сессии Саратовской судебной палаты в Самаре. На скамье подсудимых сидели два молодых человека 18 и 22 лет. На суде они подтвердили свое признание в содеянном. Однако защита указала на то, что покушений на кражу не было, так как замок церкви подозреваемые не ломали, убедившись в непригодности для этого своего орудия и отложив замысел, пока они не найдут лучшего инструмента. Проживание по подложным документам тоже не имело места, так как подложные паспорта не были предъявлены полиции, а при задержании обвиняемые назвались своими настоящими именами. Наконец, обвинять Калачева в покушении на убийство также нельзя, так как стрелял он в темноту, не думая, что пуля попадет в Ларионова и только надеясь попугать полицейского. Однако все эти аргументы были напрочь отклонены прокурорам. Во-первых, сказал он, осмотр замков церкви с целью ограбления есть уже покушение на кражу. Во-вторых, хранение подложных документов доказывает, что преступники пользовались ими. И, наконец, в-третьих, то, что пуля попала в Ларионова, показывает, что Калачев метил в него, а не стрелял просто наугад. Выслушав обвинение и защиту, судебная палата вынесла следующую резолюцию. Калачева приговорить к каторжным работам на 5 лет и 4 месяца. Попова к отдаче в арестантские отделения на 2 года. Что же касается третьего участника покушения на кражу, то о нем в сводках не сохранилось никакой информации. А я что? Я ничего. Я так. Погулять вышел. Для чего существуют печали? И страдает от них человек. Для чего мы с тобой повстречались? Для того, чтобы расстаться навек. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин